всех приветствую на канале гараж мастер и сегодня видео я покажу как быстренько поменять ступицу на chevrolet blazer 95 года поехали перед началом видео выражаю особую благодарность компании decorex за предоставленную продукцию специализированной линейки mobicar для начала как моем случае нам нужно снять вот такую защиту на самом деле данный ремонт я бы сказал что относится к тем что работы на пять минут но если это не сделать на нервы капать будете очень-очень долго так как машине сразу становится невыносимо ездить из-за гула но и вибрации если совсем уже как моем случае беда с подшипниками теперь нужно снять защиту ступичной гайки выглядит она вот таким образом и перед нами открывается вот такая джорджавелая гайка на 36 но чтобы все хорошо открутилась я буду использовать жидкий ключ от фирмы mobicar при помощи данного жидкого ключа очень легко как раз таки откручивать данные крепежи так как эта жидкость обладает очень высокой проникаемой способностью плюс она отлично смазывает и разъедает ржавчину так что заранее наносим довольно таки обильно не стесняясь и пускай компонент разъедает ржавчину через какое-то время это ржавчина превратится что-то наподобие глины и очень легко можно будет снять и открутить гайку но теперь подождав несколько минут самое интересное не снимая колеса нам нужно открутить эту гайку для этого буду использовать вот такую самодельную головку которую делал еще лет шесть наверное назад эта головка на 36 я ее как можете понять разрезал и усилил трубой все это обварил как можете видеть она заходит очень плотно и это хорошо не повредите грани на гайке ну и для этого нам понадобится вот такой вот хороший массивный вороток ну и еще один компонент хорошая труба вот так рывками в раскачку начинает ослабляться спокойно уже откручивается руками ничего сложного нету опять же очень важно сперва ослабить гайку и только потом снять колесо иначе без особо приспособлений вы это не сделаете но теперь естественно все по классике ослабляете гайки которые держат колесо снимаете колесо ну а дальше уже покажу что делать как я вообще узнал что именно эта ступица у меня будет ну во первых вот сейчас пока колесо еще не снята но уже свободно вращается при прокручивании можно услышать вот такой шум надеюсь вам было слышно хорошо еще собака не лаяла было вообще отлично и так она во-вторых на дороге и когда на трассе вы начинаете поворачивать слегка руль влево вправо то можно определить какой стороны именно идут шум и то есть в данном случае если вы поворачиваете налево и гул усиливается то естественно ступица правая ну и также наоборот если вы направо поворачиваете гул усиливается то это левая ступица как можете видеть колесо снято и теперь следующим шагом снять суппорт так как он само собой будет очень сильно мешаться для этого нам нужно открутить сейчас дам свет вот эти два крепежных болта они здесь под шестигранник но как всегда они очень сильно закисают поэтому сейчас я конечно забрызгаю все это жидким ключом от мобикара ну и думаю что все получится сразу если же нет и такой вот потому что они намертво просто как сваркой прихватываются то придется чуть-чуть прогреть сами болты кстати забыл упомянуть то что данный жидкий ключ абсолютно нейтрали со всем лакокрасочным покрытием пластиком резином так что можете не переживать если он попадет на краску либо на какие-то уплотнители и и же с ними в общем отличная штука ну и конечно же не надо забывать про то что очень удобно подлазить так здесь шестигранник на 10 моем же случае я буду откручивать вот такой вот звездочкой потому что это специализированная очень твердая и я и уже много раз откручивал ну и давайте посмотрим справится ли жидкий ключ от мобикар вот с такой ерундой которая действительно закисает просто наглухо так сейчас секундочку я поставлю камеру чтобы было удобно видеть погнали да ладно вот это действительно чудеса они ребят вот серьезно сейчас вот говорю вот неоднократно уже снимал эти суппорта можете кучу этих видео посмотреть на моем канале где этом реставрировал эту машину и на балдеть так легко я хочу никогда не откручивал серьезно вот это поворот вот сейчас я могу смело рекламировать и вот сейчас могу смело рекомендовать вот этот жидкий ключ просто обалдеть а уж я то знаю о чем я говорю потому что действительно сколько баллонов газа я потратил чтобы прогреть и не крутить их класс так суппорт убран не помню говорил или нет то что руль я вывернул налево но это очевидно чтобы было удобнее сейчас подбираться не помню честно говорю говорил нет потому что уж извиняйте пятница решил прямо после ухты уторжало все прям после работы решил в режиме онлайн так сказать вам снимать показывать прям без отдыха вот что теперь нужно сделать ступицу у нас держит три болта сейчас покажу где они так это раз сверху 2 и вот с этой стороны вот там вот за кулаком 3 все они на 18 ну сейчас также их сперва немножко грязи очищу залью жидким ключом и буду откручивать но здесь вообще ничего сложного нет даже принципе нет смысла что-то здесь рассказывать объяснять уже покажу непосредственно как будут снимать саму ступицу все болты выключены как я и говорил там болты на 18 3 штуки они выглядят вот так вот не презентабельно но потом я все это почищу подмажу и будет все красиво как новое так сразу хочу предупредить ни в коем случае не откручивайте шаровый не верхнюю не нижнюю и кто бы вам там что не говорил что их надо откручивать плюньте ему в лицо откручивать их не надо иначе потом просто физически никак не выдерните ступицу единственно если вам удобно будет можете рулевую открутить то есть тогда будете само колесо влево вправо двигать руками не надо будет бегать постоянно к с рулю чтобы его туда-сюда крутить на это кстати нужно будет потому что просто удобно так все это дело я сейчас залил жидким ключом и сейчас вот здесь вот очень плохо видно в этом месте сильно закисает буду ставить маленький молоточек или зубило и потихонечку обстукивать в итоге просто ступица должна слететь ну в моем случае так она вообще очень легко сошла даже не пришлось особо париться дальше снимаем кожух на нем кстати датчик abs висит и достаем да конечно этой ступица ну да если вот услышите там какому-то подшипнику очень хорошо стало что я буду с ней делать как многие хоть и говорят что здесь подшипники не меняется ложь и провокация на самом деле эта часть выпрессовывается от этой там стоят два подшипника верхний обычный 2 здесь конусный и они вполне себе меняются так что я думаю это потом займусь почищу поменяю подшипники тоже кому интересно запишу видео кстати на старых точнее на новых версиях которые вот пошли 97 98 2000 там уже круглый такие большие подшипники и внешняя обойма является сама ступица вот а вот уже проблемам менять но умельцы даже там умудряются это делать но сейчас все это я почищу и думаю уже дальше без комментариев просто покажу фрагментами саму сборку единственное хочу сказать то что во время сборки все болты в том числе шрус и шлицы буду промазывать специализированной медной смазкой высокотемпературной она как раз отлично подходит для шрусов для подшипников для болтов там где есть какие-то термические воздействия но и при этом она отлично защищает от влаги от коррозии просто идеальная вещь в общем далее все это увидите ну вот как можете видеть более-менее очистил все это хозяйство сейчас зацинкую поставил и также покрашу но почему бы нет потому что не так часто уж сюда возишь но раз есть такая возможность есть такой повод почему бы и не воспользоваться на богатом было бы конечно это все снять всю деталь очистить зашлифовать также зацинковать и покрасить но и так сойдет так начинаю сборку как я и говорил сейчас все буду обрабатывать медной смазкой поставив ступицу сейчас это жиденько болтается даже надо наживить те три болта на 18 и потом уже на закрученные ступицу затягивать гайку когда ступица закручена теперь надо наживлять уже ступичная гаечку и уже на одетом колесе затягиваем ступичную гайку ну естественно гайки которые крепят само колесо все это хорошенько затягиваем не забываем про защиту и ставим все на место в общем все если выбросить то время которое я потратил на зачистку на покраску плюс съемка все таки отнимает время то вся эта работа не спеша занимает 45 минут был бы пневмопистолет точнее гайковерт если бы я торопился то можно было и в полчаса уложиться а то и меньше всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал на группу вконтакте ставите лайки оставлять комментарии под этим видео и также не забывайте посмотреть продукцию компании decorex а также mobicar делайте хорошие вещи своими руками всем пока